На этих соревнованиях действительно важна не победа, а участие, ведь раньше и оно было недоступно. О комфортных условиях для малобобильных граждан в администрации задумались год назад. Тогда же учредили программу «Доступная среда», чтобы по медицинским показателям людей разделяли только в пределах больницы, а не целого города. В этом году впервые начала реализовываться программа «Доступная среда». Она направлена на то, чтобы создать дружелюбную, благоприятную среду для людей с ограниченными возможностями, для мам с колясками. То есть это понижение бордюров, это строительство пандусов к административным зданиям. Это максимально благоприятная среда для людей, которые имеют ограниченные возможности для перемещения. Первая часть программы направлена на то, чтобы оборудовать город, вторая – устранить социальную разобщенность. Цель Спартакиады как раз – социальная адаптация, но и без научных терминов видно. Для ребят соревнования – это праздник. Это и общение со своими друзьями, это и проявление себя в спорте, преодоление себя и получение чего-то нового. Мне это интересно, потому что мне нравится заниматься спортом. Я в основном увлекаюсь легкой атлетикой, дартсом и другими видами спорта. Очень много друзей, мне здесь очень нравится. На столе теннис, дартс, шахматы, плавание – любимые виды спорта, а в составе команды лучшие друзья. Единственное отличие от обычной спартакиады – соревнуются дети не только в своих возрастных категориях, но и в своей группе по здоровью. Но это их не разделяет, а даже наоборот – уравнивает шансы на победу. Спартакиада – это ровно то событие, когда есть повод собраться вместе, почувствовать себя настоящей командой, встретиться, пообщаться. Ведь человеку, в сущности, надо не очень много понимать, что в жизни возможно все, и чтобы рядом были надежные друзья. Передвижение по городу без страха – это важная потребность маломобильных граждан. Спасают тактильные плитки, пандусы, яркие пешеходные переходы. Но просто добраться до больницы или другого жизненно важного объекта – мало. По-настоящему комфортным город можно будет назвать, когда от прогулки любой сможет получить удовольствие. Спортивных площадок в городе хватает, но вот удобными они кажутся не каждому. Поэтому здесь, на набережной, установили первые тренажеры для людей с инвалидностью. Спорт, так же как и прогулка по городу, не привилегия, а возможности права каждого жителя Владивостока. И ограничивается эта возможность теперь только личным выбором. Наталья Ладудька, Александр Бортовщук, Новости на Восьмом.